Приветствую вас, и предыдущий вопрос, я посмотрел, был связан с тем, что у вас было не произошло из-за того, что, как я понял, вы развелись тогда, меняете все в своей жизни, и, в общем, вам было очень тяжело. Значит, вот, сейчас я, у меня сложный период жизни, стараюсь хранить семью, а, стараюсь хранить семью, вы написали, меняю работу, собираю погребиться на свою самооценку в спортзал, значит, позитивное общение, и так далее. И вот, собственно, сложный период жизни пишите, вы стараетесь хранить работу, и так далее. Полагаю, что причины этого, вот, причины того, что вы описываете в начале, как найти общий язык с супругой, ну, причина вашего ответа, наверное, именно в этом. То, что у вас проблема с самооценкой, и вы по какой-либо причине пытаетесь сохранить семью, и пытаетесь что-то изменить. Видите ли, в чем дело? Ну, этот вопрос непонятно, решили вы его, не решили, то есть, в случае ответа вы не выбрали. Я вам, там, кстати, отвечал на этот вопрос, хотелось бы, чтобы вы, ну, какую-то обратную связь дали, если уж другой вопрос задаете. Ага, по поводу того, что вы пишите здесь, ну, во-первых, на языках. Супруга. Понятно. Человек другой, а супруга, понятно. Человек постарше вас, который нужен лидер, и которую вы до конца не устраиваете, судя по всему. Интересный момент здесь в том, что вы не пишите ни того, сколько вы времени с ней вместе, ни того, с какого момента начались ваши проблемы, ни того, как же, если вы такие разные, как же вы друг с другом стали вместе, и как же дело дошло до брака. Логат. Вы знаете, на эти вопросы нужно ответить, потому что то, что вы пишете, это вы пишете про разность интересов. Ну, как бы, разность интересов у вас здесь заключается, во-первых, в чем? В том, что супругу, с одной стороны, не устраивать, как вы все, вот, что-то делаете, но, с другой стороны, она вас за что-то любит. Это она, ну, точнее, как, даже, за что-то. Вы для нее что-то значите. И как насчет того, для начала, чтобы просто с ней поговорить и сказать тебе, что, вот, ты знаешь, ага, ты постоянно мне говоришь, что я не так делаю, то-то, 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 вот, буквально, вот, не так держу бутылку, а не так обнимаю, и так далее. Ага, ты меня любишь, спросите вы ее. Она скажет вам, да? Скоро всего, да. Так, скажите ей, чтобы она постаралась вас не критиковать. То есть, критикуя, она обижает вас и внушает ощущение, что вы не тот, кто ей нужен. Если она любит вас, то ей нужно принять вас, таким, какой вы. Вы не станете другим. А если бы вы обнимали ее так, как хочется ей, то это уже были бы не вы, а кто-то другой. И это нужно ей для себя понять. Дальше. Если она действительно хочет, чтобы с ней был кто-то другой, ну, может быть, вас все-таки не по пути, тогда. Но она же чем-то руководствовалась, когда выбирала вас. И вы точно так же чем-то руководствовались, когда выбирали ее. Значит, вот это что-то, вас связывающее вместе, если это не привычка, если это не обычная привязанность элементарная, вот это нужно вычислить, а это нужно обратить внимание. Это нужно сделать центром вашего внимания. И ее, и вашего внимания. Далее. Следующий важный момент заключается в том, что именно с позиции вашей супруги возможно, возможно, есть такая, знаете, ворчливость. То есть, вот она специально вам так все говорит, как бы, ну, стимулирует, чтобы вы постоянно хотели быть лучше. То есть, это вот, ну, может быть, такая не особенная стратегия женщины для того, чтобы вы не расслабляли. Залом вам так говорить, но в действительности-то она все равно слабая. В действительности-то она все равно вас любит. И, я не говорю, старая, это просто, как бы, ну, по привычке. Чтобы вы не думали, что все хорошо, чтобы вы не расслаблялись, чтобы вы старались. Вот вы говорите, как бы я ни старался. Проблема в том, что вы никогда не добьетесь в глазах супруги некой идеальности, потому что ее нет. И для вашей супруги нет идеальности. Есть вы, и есть то, что она вас все равно стимулирует быть лучше. То есть, в процессе совершенствования, он постоянно, и он бесконечно. И что вам нужно делать, это постоянно стараться. Вы не пытаетесь какую-то цель достичь. Вы именно постараетесь сосредоточиться на процессе. Знаете, процесс сделать не лучше всех, а просто лучше. Быть не лучше, чем все, а быть просто лучше. Вот это важный момент. Понимаете? Если вы сделаете так, если вы будете мыслить так, то и проблем не будет. Когда вы пишете, что многие отмечали ваш интерес, точнее, ваш интерес как собеседника, то это действительно так. Почему? Потому что вы не пытались быть лучше всех. Вы пытались просто быть лучше. И у вас это получалось. Вот и здесь точно так. Это то, что касается поведения. Понимаете, если бы ваша жена не говорила бы вам ничего такого, что вот вы неправильно держите бутылку, неправильно ее обнимаете, и так далее. Она бы думала или боялась бы, что хуже, что вы расслабитесь и перестанете пытаться ее завоевывать. Но именно в каждый день, в каждую минуту. А потому что она у нас старше, она боится, что вы в силу своей молодости обратите внимание на другую же женщину. и не хочет этого. И создает для вас такое вот постоянное новое дело. Постоянно идет цель образования. Может быть, она перебарщивает, да. Может быть. Но то, что она перебарщивает, к сожалению, связано с тем, что вы не уверены в себе. И вот мы перейдем к интересам ваших. Но пока я хотел бы сказать так. Вот вы пишите, значит, так, вы пишите, что она говорит, не видит вас, лидера, так и говорит, у тебя низкая смазанка. И мне в обществе правда трудно расслабиться и просто быть собой. Понимаете, в чем дело? Сейчас повторю, если бы она сказала вам, что вы лидер, вы бы расслабились. А так у вас постоянно идет стремление, постоянно идет попытка стать лучше. И это здорово. Это здорово и это прекрасно. Вы постоянно пытаетесь придумать что-то, но вы постоянно пытаетесь придумать что-то для себя, то есть с вашей точки зрения, чтобы было интересно. Вы приглашите своей женщине самой амплесовать то, что ей было бы интересно. И все. И все. Она говорит, если ей нужна ласка и объятия, и все. То есть не нужно ничего особо хитрого здесь придумывать. Чем проще с вашей женщиной, тем лучше. Далее. Мне бы хотелось сказать по поводу ваших интересов. Ну, то есть того, что вы более интересны вас радует, она там дом 2, эластик и прочее. Есть вопрос. Опять, как вы раньше вместе были? Ведь дошло же у вас дело до семьи, до супружества. Дошло. Началось все серьезно. Началось что-то объединяет. Вы попробуйте обратить внимание на то, что вас объединяет. И еще раз повторю, не бойтесь, рискуйте подниматься на уровень выше тех интересов, что интересно вашей женщине. Ради чего она смотрит дом 2? Чтобы ей интересует человеческие жизни. Ее интересует обсуждение человеческих отношений. Вполне возможно, что именно это ей интересно. Вот и предложите ей эту тему. Например, тему психологии. Просто предложите ей тему взаимоотношений между мужчиной и женщиной. И вам будет интересно. Там такая достаточно глубокая тема. И вполне возможно тоже. Вот вы говорите передачи дом 2 и стеки вы не перевариваете. Правильно. Что вы не перевариваете? Вы перевариваете форму. Форма да. А смысл? Она ведь смотрит это не ради формы. Никто не смотрит в придаче ради формы. Какой интерес людям смотреть на других людей? Никакого. Люди смотрят на других людей для чего-то. Им нужно что-то в этих людях. И то чего ваша жена. Вот можете просто у них спросить чем тебе нравится дом 2? Ну просто спросите чем он ей нравится. И она вам ответит. И вот это будет интерес более общий. Более общий интерес и станет ключом к образованию чего-то общего уже между вами. А вы пытаетесь придумать форму. Каты, анекдоты, научные теории и так далее. Это форма. И форма это слишком частная. Форма это слишком конкретное проявление интереса. А общий интерес своей женщины вы не знаете. Вы знаете форму? а идеи нет. И вот в этом большая проблема. Если вы поймете идею, вы как человек интеллектуальный раз ты сможете эту идею подхватить. и как уже преподадите своей жене преподнесете точнее своей жене идею в своем исполнении зависит от вас. Еще раз хотел бы повторить момент с домом 2. То есть вот дом 2 это человеческие отношения. вот и стоит подумать. Семьи отношения волнуют вашу жизнь. Может быть именно об этом с ней что поговорить. Далее. отдельным пунктом это я уже сказал но чтобы еще повторить подчеркнуть что не пытайтесь придумать чересчур много. Вы судите со своей позиции достаточно интеллектуального человека. Вы судите со своей позиции достаточно развитого человека. Я бы даже сказал не сколько и нисколько развитого хочется говорить что вы более рад чем ваша жена. Сколько по-другому воспринимаетесь мир. Если ваша жизнь например это визуал то из-за нее восприятие мира это чисто визуальная сторона. То вы например более образно воспринимаете мир. И так даже понимаете и если вы используете ее визуальный интерес поднять обобщить до своего то и будет у вас все хорошо. Ну и не пытайтесь быть кем-то не пытайтесь придумать что-то поверьте мне это не та задача которая решает как-то ну знаете творческая это задача которая решается наверное скорее репродуктивно то есть вот просто ну не такой типовой подход меренным перебором не пытайтесь именно что-то придумать в данном случае это вас еще больше выматывает и еще больше создает ощущение какой-то неполноценности и так далее ну и касаемо уверенности в себе касаемо уверенности в себе здесь все остается так то есть я не знаю общались ли вы с психологом на эту тему работали ли вы над повышением своей уверенности и так далее но тем менее это отдельный пункт я рекомендую вам еще раз заслушать хотя бы мой ответ по поводу уверенности в себе и вам все-таки стоит поработать над ней потому что без этого вам будет сложно например в обществе расслабиться что тоже необходимо вот на этом все надеюсь что помог вам если какие-то вопросы остались обращайтесь в личку помогу если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим желаю вам всего самого доброго и удачи 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 удачи